Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас у нас урок математики и тема нашего сегодняшнего урока – решение задач. Давайте сначала вспомним, что мы проходили на прошлом уроке. На прошлом уроке у нас была тема «Простейшие геометрические фигуры». Простейшими геометрическими фигурами называются точка, прямая и плоскость. Помнили, ребята? А теперь смотрите, мы должны различать, что такое отрезок, что такое луч и что такое прямая. Значит, отрезок у нас ограничен с двух сторон точками. Луч ограничен только с одной стороны, а прямая неограничена. Ее можно продолжать в обе стороны бесконечно. Вот на рисунке, как вы видите, есть отрезки. Отрезки МН и СН. А прямая – это у нас Л прямая. Также здесь изображены точки. Некоторые из точек принадлежат прямой Л. Это точки М, М и С. Перейдем к следующему. Давайте сначала проверим вашу самостоятельную работу. На самостоятельном выполнении я вам задавала записать все прямые и лучи на рисунке. Смотрите. Вот у нас прямая АВ на НИ. СО, СД и ОД. А также лучи СА, СБ, ОБ, ДБ, ДА и ОА. Сверьте с своим ответом и перейдем к следующему. Следующее, в 29-м примере. Вам надо записать все отрезки на данном рисунке. Сколько же здесь отрезков? Отрезки АВ, АС, АД, ВС, ВД и СД. На следующем рисунке у нас треугольник. Там расположены у нас 4 точки. А отрезки на них – это МН, МЛ, МК, КЛ и НЛ. Сверьте. И перейдем к следующему. На данном примере я вам задавала также задание. Начетить три взаимно пересекающиеся прямые. На сколько частей делит плоскость эти прямые? Напомню, что одна прямая делит плоскость на две части. А если у нас три пересекающиеся прямые, то она может разделить, оказывается, ребята, смотрите, 4 частей на 7 частей, на 6 частей. Почему я исключила вот этот первый рисунок, шестой рисунок и седьмой рисунок? Так как у нас в задании записано было три взаимно пересекающиеся прямые. А прямые на рисунке первым, на седьмом и на шестом не пересекаются. Наверное, у каждого найдется дома линейка, сантиметровая лента. Они нужны для того, чтобы измерять длину. Например, мама решила шить себе платье. Для этого нам понадобится сантиметровая лента. Лента очень пригодится, чтобы померить рукав, воротник и какой длины сделать юбку. Смотрите и запомните для себя. Один сантиметр – это 10 миллиметров. Один дециметр – это может быть 100 миллиметров. Один метр – это у нас 1000 миллиметров. И один километр – у нас 100 тысяч сантиметров. Решим задачу. Выразить в сантиметрах 5 дециметров и 8 сантиметров. Вспомним, что в одном дециметре 10 сантиметров. Значит, будет у нас всего 58 сантиметров. Во втором ответе 3 дециметра 3 сантиметра – это 33 сантиметра. 23 дециметра и 8 сантиметра – это будет у нас 238 сантиметра. а также 11 дециметра и 4 см будет у нас 114 см. В следующем выразить в дециметрах и сантиметрах 23 см. Получается у нас с остатком, если 23 разделить на 10, поэтому пишем 2 дециметра и 3 см. 63 см можно выразить в дециметрах и сантиметрах как 6 дециметра и 3 см. 39 см это будет у нас 3 дециметра и 9 см. 214 см это будет 21 дециметра и 4 см. Следующее нам надо выразить в дециметрах и сантиметрах. Аналогично также вычисляем, что сантиметры переводим в дециметры, а остатки записываем как сантиметрами. 223 см это будет у нас 22 дециметра и 3 см остаются. Решим следующую задачу. Сколько метров проволоки понадобится, чтобы обмотать в два ряда участок треугольной формы? Вот у нас сантиметры треугольник. У нее стороны 413 м, 373 м и 598 м. Чтобы обмотать ее два раза, значит мы должны вычислить ее в периметры и умножить на 2. Длина. Получается у нас равно 2 умноженное на сумму длин сторон треугольной формы участка земли. Получается в ответе у нас 2768 метров. Значит ответ, ребята, понадобится 2768 метров проволоки. Следующий вопрос спросит так. Точка С делит отрезок АВ на части АС и ВС. Если АС у нас 56 см, что короче отрезка СВ на 23 см, найдите длину отрезка АВ. Чтобы решить такую задачу, вам надо обязательно начертить эти отрезки. Сначала чертим отрезок АВ. На ней обозначаем точку С. И теперь запишем, что у нас задано. У нас задано АС равное 56 см, ВС на 23 см короче, чем АС, АС короче, чем ВС. Получается у нас поэтому 56 плюс 23. И в итоге 79 см. АВ у нас будет равна сумме отрезков АС и ВС. В конечном итоге у нас получается ответ, что отрезок АВ у нас равен 135 см. Перейдем к следующей задаче. Как вы видите, на самостоятельную работу я вам передаю решить данные задачи. В первом выразите в сантиметрах и миллиметрах 438 мм, например. Вы же знаете, что в одном сантиметре 10 мм. Значит, когда вы переводите сантиметр, вы должны разделить на 10. А остаток переписать как миллиметрах. Найдите периметр треугольника АВС. Если АВ у нас 43 мм, ВС у нас 5 см, АС у нас 38 мм. Обратите внимание, ребята, что некоторые данные у нас в сантиметрах, а некоторые в миллиметрах. Мы должны выразить их в одинаковые единицы измерения. То есть если миллиметр, миллиметр, давайте мы и сантиметр, мы переведем в миллиметр, и найдем периметр данного треугольника. Периметр, ребята, это у нас сумма длин всех сторон любого многоугольника. В 44-м задании нам сказано, на отрезке АВ точки С и Д делят на части АС, СД и ДБ, расположенные последовательно. Найдите длину отрезка АВ, если длина отрезка АС равна 21 мм. Отрезк СД на 6 мм длиннее отрезка СД, а отрезк ВД на 7 мм короче отрезка СД. Как я вам говорила ранее, чтобы решить такого типа задачи, вам надо обязательно начертить отрезки. На ней обозначить точки С и Д. Затем запомните, что когда говорится на 6 мм длиннее, значит мы должны прибавить, а если говорится на 7 мм короче, значит мы должны отнимать 7. На этом наш урок закончен. До свидания, до новых встреч. ЗОРБЛЕР ЗОРБЛЕР ТЕРМОКТАНЧИК ВАТЫНЧИЛА ЗОРБЛЕР Как вы это делаете! Ох! Отдеть, я заставлюсь, а ты мне не сдержал. Я не знаю, что Ника написала. Пусть это не указывает. Это не указывает. Я не указываю, что я снять в этом. Она не указывает тебя. Я не искал. Что нужно? Ника приходит вам сообщение. Не оцениваешь. Ника! Я не указываю это, чтобы написать. Могу! Я не могу задать вопрос, что ты назвал это. Я не могу, что-то. Вой, наоборот, с кучей на голову в голову, Он говорит что-то вы не хотите, что-то не нужно, он понимая, что-то вы не понимаете. Ну-ка, он говорит что-то мне. Я говорю, что-то ему нужно. Хорошо, мне нужно какое-то золото, озвучиться. Я не знаю, мне кажется, что-то, что-то в будущем мы можем сделать, Dentно! Скотер родился когда в школе не так. Нюхайdi. Нюхайдец мать надоoir. Нюхайдец д compute ищи скотер не нуждается. В прошлом нет благодарности . О-о-о! Достейны таракы на аршалбаты яшкия. Лекен копали екбиран чаваб берзек, макаро янады кучайып кетады. Добре. Агер юрагин ойнав, яхлень чыкайоткен болится, яшсы вақтын чыдармақтан чыкап, вазиятному хоккема кіліп тенчиланы бол. Добре. Сені хабарейны башқар оқып, немақсы кышыны ойлап көр. Агер мен екуге чудо копалы хабар яссам, уаввэл хапа болады. Кейнеса жахла чыкады. Игорь юрагин модератору копалы мабилі хакады хабар бер. Назарымда кәтті чуму келігілігіз берді. Селам кофе, біз көзір еккені көрдік. Бұсым на араб көргені көргені көріп. Скурты, ахвалийм көрі. Чақлын чыкыма епті ма? Чақлын чыкыма епті ма? Я не знаю, Никосов на рыбки лишнюю, он утистит. Бусмарик бренд, чумокилик органу. Мне это не нравится. Блин, он гелит органу, он гелит органу, он гелит органу. Я не знаю, он на то, что он. Я не знаю, что он гелит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, ребята! Меня зовут Татьяна Валентиновна. На том уроке мы с вами познакомились, что же такое рассказы по истории, и мы с вами поговорили о Узбекистане как родном крае. Сегодня мы продолжим изучение истории. Сегодняшняя тема — это исторические источники. По какому плану мы сегодня работаем? Об исторической науке, исторические источники, материальные источники, письменные источники. История — свидетельница веков, факел истины, душа памяти — наставница жизни. Это высказывание древнегреческого историка Цицерона. Так что же такое история? История — наша общая память, память человечества о своем прошлом. Посмотрите, ребята, это все история. Так что же такое история? История всегда связана с людьми. История изучает деятельность людей. История изучает прошлое. История помогает узнать о людях, как жили, чем занимались, к чему стремились, какие горести и радости испытывали. И мы можем сделать вывод, что история — это наука, которая изучает жизнь и деятельность людей в прошлом. Историю, когда изучают, и мы с вами будем изучать истории, и мы узнаем, как жили люди в далеком прошлом, что они создавали, что происходило в прошлом, почему происходило именно так. При изучении событий историк должен уметь отвечать на определенные вопросы. На какие же вопросы отвечает историк? Что и как — это события. Где — это место. Когда — это время и дата. Почему? Это причины. Например, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года на территории Польши из-за передела территории. История — это наука, которая изучает жизнь людей, общество с древности и до наших дней. Но история — это не просто наука. Мы историю изучаем как науку. Мы историю изучаем в школе. Как изучается история? Если сравнить историка, мы можем сравнить со следователем. Вы спросите, почему? Следователь собирает улики, а историк работает с историческими фактами или историческими источниками. История. Из того, о чем говорят источники, нужно догадаться, о чем они молчали. Это высказывание историка Ключевского. История пишется по документам, и если их нет, то нет и истории. История — это не то, что было, а то, что осталось. Мы с вами будем говорить об источниках. И что же такое источники? Но источники — это не только исторические источники. Со словом «источники» мы сталкиваемся очень-очень часто. Например, мы говорим «Книга — источник мудрости». «Школа — источник знаний». «Солнце — источник света». «Вода» — мы знаем, что это источник жизни. И родник мы тоже называем источником. Но мы сегодня будем говорить не об этих источниках, а об исторических источниках. Так что же такое исторический источник? Исторический источник — это конкретный исторический факт или историческое описание, научное исследование. Исторические источники — это и памятники. Какие памятники мы знаем? Это памятники архитектуры, памятники литературы. Так что же такое памятник? Памятник — это любая, дошедшая до нас, частица прошлого. Это напоминание о прошлом. Но очень часто памятники гибнут. Гибнут как? Во время войны, во время пожаров, во время землетрясений, в местах, где нет людей. А как еще гибнут памятники? Подумайте, ребята, и попробуйте записать в тетрадочках. Исторические источники. Мы видим исторические источники. Очень часто исторические источники называют еще следами истории. Ребята, посмотрите, что объединяет эти изображения и о чем они могут нам рассказать. То есть мы можем сделать вывод о том, что исторический источник — все то, что дает нам знание о прошлом. Одни из источников появились очень давно. Например, как «Неандертальский мальчик». Другие, такие как кино и видеофильмы, возникли недавно. Одни созданы при помощи техники, другие — вручную. Но все они сберегают память о прошлом. И все это история, и все это исторические источники. Какие бывают источники? Вещественные источники — это все то, что сделано руками человека. Письменные источники — все то, что написано человеком. Устные источники — это все то, что сказано человеком. Ребята, Эти источники мы будем изучать в каждом классе. То есть в шестом классе мы с вами поговорим об источниках древнего мира, в седьмом классе об источниках средневековья. Сегодня мы просто говорим об источниках. Так что же такое вещественные источники? То есть по данным предметам мы можем уже сказать. Во многих музеях мира хранятся вещественные источники или вещественные памятники. А почему? Потому что источник, мы уже говорили, это и есть памятник. Вещественные источники – это орудия труда, одежда, оружие, предметы быта, украшения, жилища, монеты. И этот список можно перечислять. Письменные источники. Письменные источники сохраняются в специальных хранилищах, в хранилищах документов или, как мы называем, архивами. Что такое письменные источники? Это летописи, хроники, указы, законы, исторические сочинения, научные труды, мемуары. Даже ваша тетрадочка может оказаться письменным источником. Устные источники. Посмотрите, ребята, на эти фотографии. И вы обратите внимание, что устные источники всегда передавались. Путем музыки передавались ветеранами, участниками войн, при каком-нибудь собрании, на базарах рассказывали сказки. Это все устные источники. У каждого народа есть свои сказания, мифы, легенды, которые сначала передавались из уст в уста. К устным источникам относятся легенды, сказания, мифы, песни, пословицы, поговорки, обряды, загадки. Многое могут рассказать о жизни людей и произведения искусства. То есть про одежду, как жили, где жили, чем занимались. Источники – это фрески, статуи, мозаика, книжная миниатюра, соборы и храмы, дворцы и прикладное искусство. А где же хранятся источники? В архивах, в библиотеках, в музеях и, конечно же, дома. Так что же такое источники? Именно исторические источники. Исторические источники мы можем разделить. Это археологические вещи, которые обнаружены под водой и под землей. Письменные, летописи, письма, документы, книги. Звукозаписи – это тоже источник. То есть грампластинки, магнитофонные записи и даже современные диски. Зрительные, рисунки, карты, фотографии, слайды. Устные, сказания, пословицы и, конечно же, устаревшие слова. Мы можем сделать выводы. Исторические источники – это источники наших знаний по истории человеческой цивилизации. Какие можно сделать выводы из всего сказанного? Исторические источники – это результат деятельности человека, которые дошли до нас и которые помогают изучать прошлое. Мы с вами говорили о том, что источники можно разделить на три группы – вещественные, письменные и устные. Для того, чтобы найти ответ на изучаемый вопрос историку, надо найти и исследовать любой исторический источник. Без этого нет истории. Чтобы получить верную информацию, определить подлинность и датировку исторического источника и проверить ее по другим источникам, историку приходится работать очень-очень много. Историк работает и в архивах. Ведь мы не можем сказать о том, что в XX веке проживал Амир Тимур. Нет. Историки доказывали, изучая документы, изучая какие-либо факты о том, что Амир Тимур проживал в определенное время. И так именно с другими. Итак, ребята, мы сегодня с вами познакомились, что собой представляла история и что собой представляют именно исторические источники. На основе этого попытайтесь сделать домашнее задание. Первое. Прочитайте учебник, параграф 1, страница 7-9. Попробуйте составить таблицу, которую вы назовете исторические источники. Как ее можно составить? То есть разделите таблицу на несколько частей, напишите вещественные, письменные, устные и что собой представляли данные источники. Составьте кластер, что такое история и источники. То есть вы можете написать. История. Это события о прошлом, это рассказы о прошлом, история, которая произошла когда-то, история войны и исторические источники, по которым изучается. Та же самая история войны, например, которая изучается по летописи и каким-либо другим моментам. Большое спасибо за внимание, ребята. Урок окончен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тема нашего урока сегодня... Устное народное творчество. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с термином фольклор, узнаем о группах и жанрах фольклора, закрепим полученные знания по жанрам фольклора. Давайте разберемся, откуда и когда появился термин фольклор. Термин фольклор в современном значении впервые употребил в 1846 году английский историк и археолог Вильям Томс. Давайте разберемся, что обозначает слово фольклор. Фольклор от английского слова обозначает народная мудрость, народное знание. Фольклористика – это наука, которая изучает фольклор. Фольклорист – ученый, специалист в области фольклора. Перед вами на экране представлена схема «устное народное творчество». Устное народное творчество – это у нас и есть фольклор. Давайте вместе разберемся, что значит «устное», то есть передается из уст в уста. Народное – автор, народ. Творчество создано в результате труда. Жанры фольклора. Как в любом разделе литературы, в фольклоре тоже есть свои жанры. Они делятся на большие и малые. Давайте подробно с вами разберем большие и малые жанры фольклора. К большим жанрам у нас относятся сказки и былины. К малым жанрам, если вы обратили внимание, их значительно больше. Это пословицы, поговорки, загадки, прибаутки, анекдоты, заклички, потешки, пестушки, частушки и скороговорки. Черты фольклора. Что же у нас отличает фольклор от других разделов литературы? В первую очередь это устная форма, опора на традиции, непосредственные контакты исполнителя и слушателя, коллективность, народность, вариативность. Я хотела бы объяснить вам значение последнего слова вариативность. Это от слова вариант. То есть вариативность имеет множество вариантов. Давайте с вами рассмотрим таблицу и сделаем выводы, чем же у нас отличается фольклор от литературы. Фольклор и литература. В фольклоре нет персонального создателя, то есть нет автора. В литературе есть конкретный писатель. Фольклор возник и развивается, как устное творчество. Литература возникла и развивается в письменности. Фольклор живет во множестве вариантов. Литература имеет один вариант в письменной форме, то есть написан писателем. Перед вами на экране вы видите исполнителей фольклорных произведений. К ним относились гусляры, кобзарь, трубадуры и скоморохи. То есть это люди, которые рассказывали произведения устного народного творчества, тем самым развлекая народ. Сегодня мы с вами рассмотрим основные виды фольклора, с которыми вы познакомитесь в пятом классе. И начнем мы с вами говорить о пословицах и поговорках. Запишите, пожалуйста, в тетради определение. Пословица – это краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл. Например, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Поговорки – это яркие, бойкие, народные выражения, дающие меткую оценку событию, поступку, человеку. Например, остаться у разбитого корыта. Давайте немножко с вами потренируемся и выполним одно задание. Перед вами на экране начало пословиц и поговорок. Попробуйте их продолжить, и мы с вами вместе проверим, что у вас получилось. Примеры, пожалуйста, запишите в тетради. Семь раз отмерь, поспешишь, ум хорошо, дело мастера, друзья познаются, тише едешь. Давайте будем проверять. Семь раз отмерь, один раз отрежь, поспешишь, людей насмешишь, ум хорошо, а два лучше, дело мастера боится, друзья познаются, в беде, тише едешь, дальше будешь. Еще одно задание. Найдите, пожалуйста, пары. Вы видите на экране примеры пословиц и поговорок других народов. Попробуйте к этим пословицам и поговоркам подобрать русские похожие примеры. Друг в беде есть настоящий друг, за поспешностью следует раскаяние, собака лает, а караван проходит мимо, когда в горах нет тигра, то и мартышка царь зверей. Давайте посмотрим, что у нас получается. Друг познается в беде, поспешишь, людей насмешишь, собака лает, ветер относит, на безрыбье и рак рыба. Следующее задание, которое вы должны выполнить. Посмотрите, пожалуйста, на иллюстрации. Вспомните пословицы и поговорки, в которых встречаются цифры. Например, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Два медведя в одной берлоге не уживутся. Еще одно задание. Обещанного три года ждут. Семеро одного не ждут. Следующий жанр, о котором мы с вами поговорим, это загадки. Запишите, пожалуйста, определение. Загадки. Малый жанр фольклора. Замысловатое, поэтическое описание предмета или явления, которое нужно отгадать. Как сделана загадка? То есть, с помощью чего создаются загадки. В первую очередь, это метафоры. Метафора – это переносное значение слова. Белые хоромы, красные подпоры. Ответ – гусь. Звуковой образ или звукоподражание. Зубастый зверек грызет свизгом дубок. Это у нас пила. И олицетворение. Олицетворение – это перенос признаков живого на неживое. Кланяется, кланяется. Придет домой – растянется. Это топор. Это топор. Далее. В загадке присутствует образное описание предмета по внешнему виду. Попробуйте теперь отгадать их самостоятельно. Красненько-кругленько, листочки продолговатенькие. Я думаю, что вы все догадались, что это рябина. Прямое сравнение. Пять ларчиков, пять чуланчиков. Это у нас перчатка. И в загадке также присутствует прямой вопрос. Кто бежит без провода? Это у нас река. Еще одни признаки загадки. Отрицательное сравнение. Чорин, да не ворон. Рогат, да не бык. Шесть ног, без копыт. Летит, воет. Упадет в землю, роет. Это у нас жук. Часто загадка имеет подсказку, рифму. Последнее слово в стишке загадки – это отгадка. Я думаю, что вы встречались ранее с такими загадками. Мимо рощи, мимо яра, мчит без дыма, мчит без пара. Паровозовая сестричка. Кто такая? Электричка. Далее мы с вами рассмотрим еще один жанр фольклора. Это сказка. Запишите, пожалуйста, определение в тетрадь. Сказка – это занимательный рассказ о необыкновенных событиях и приключениях. Зарисуйте, пожалуйста, себе схемы. Виды сказок. Какие же бывают у нас виды сказок? Волшебные, о животных и бытовые. Пожалуйста, запишите приметы сказок. Чем же у нас выделяются сказки? Это вымысел, занимательность, поучительность. Основная мысль русских сказок – борьба добра со злом, борьба ума с глупостью, борьба справедливости с подлостью. Также можно рассмотреть героев сказок. Вы, наверное, слышали, что герои в сказках делятся на положительных и отрицательных. Запишите, пожалуйста, элементы сказки. Какие элементы мы можем выделить в сказке? Первое – это присказка. Ее цель – это привлечь внимание слушателей. Зачин. Зачин переносит на сказочный мир. Концовка. В ней заключен вывод. Использование устойчивых сочетаний. Или, как по-другому можно назвать, формул. Обращение. Например, избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. В сказках также очень часто встречаются повторы. Жили-жили. Постоянные эпитеты. Эпитеты – это образные определения. Гиперболы – это преувеличение. Помощь чудесных помощников. Например, ковер-самолет, сапоги-скороходы. Давайте с вами вспомним некоторые сказки. Я думаю, что ранее вы сказки читали, что вы сказки очень любите. И давайте сейчас вместе с вами попробуем вспомнить некоторые фрагменты, я надеюсь, знакомых уже вам сказок. Задание. Вспомнить название сказок по их началу и попробовать определить жанр. Жили-были дед и баба. Дед говорит бабе, ты пеки пироги, а я поеду за рыбой. Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит, лежит на дороге лисичка, не шевелится. Как вы думаете, из какой сказки этот отрывок? Я надеюсь, что вы все догадались, что этот отрывок из сказки «Лиса и волк». Жили-были старик со старухой, а у них дочка да сынок маленький. Вот уезжают родители в город, и дочки говорят, Будь умницей, береги братца, не ходи со двора. Мы тебе гостинцев привезем. Подумайте, пожалуйста. Правильно, это отрывок из сказки «Гуси-лебеди». Далее. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Говорит им царь таково слово. Дети мои милые, возьмите себе по стреле, натяните тугие луки и пустите их в разные стороны. Этот отрывок из сказки «Царевна-лягушка». Я надеюсь, что вы сегодня усвоили представленный вам материал, и поэтому запишите задание для самостоятельной работы. Вам нужно определить название жанров устного народного творчества. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Эду-маркет, онлайн-олимпиада. Халк талым вазырлыге, инновации, технологии, стратегии, марказы. Алофинанс хамда геймзэл ханкорлыгиде. Эду-маркет, интерактив-виртуал талым даст турним, онлайн-олимпиадасын отгазышны элон клады. Олимпиада, олтынче июль куны, макетабок училар орасты старт олыб. Тор хафта давомыды, андроид ва айос платформалар файдаламучилар орасты боли болтады. Олимпиададады штрокетинь, ва иллавада турли вазифаларны бачаринь, бэр-катар, хаммад баха саурунларны колге крыттэй шимканятыге еге болинь. Хар бэр-хафта якуны бойче, бэр-ринча орунны егеллаген галапларге, планшет, сертификат ва башқы эсталик сауғалар тактим етилады. Олимпиададады штрокетчиші чуң күйдагиларны бачаринь, клеймаркет ёкі апстор орқали Эду-маркет иллавасыны юкула болинь. Иллаваге кіріп, хахрамон иңізні талинай, шахси маламатлар иңізні кірдинь ва иштрокетчишні башляй. Эслаты бутамас? Олимпиадады фақат гіне руйхаттан отыкен файдалан училар гіне қатнаша оладылар. Олимпиадады фақат гіне руйхаттан отыкен іңізді. Аллаху үчін телефон ракам іңізні кірдішіні ұнутмайын.